МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда в это время, в ближайшие 40 минут мы поговорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. И земляк, и отец родной. Сергей Шойгу привел в Хакасию легендарный ЦСКА, что означает совершенно новый уровень развития спорта. Почему республика пользуется особым расположением министра обороны и чем она платит взамен? Выводил ли свои деньги бывший директор хакасского филиала Банка народный кредит? И как он оказался в правительстве? Александр Терещенко расскажет сам в эксклюзивном интервью нашей программе. Довел Госплемзавод до банкротства. Бывший директор Бородинского хозяйства Алексей Галимов подозревается в злоупотреблениями полномочиями. Но он с обвинением не согласен. Новое жилье станет лучшим подарком и для Серафимы Тимоховой из Шерафа. Дава фронтовика долгие годы прозябает в бараке без водопровода и отопления. Визит Сергея Шойгу всегда является важным событием в жизни региона. Причем на этот раз власти смогли не только принять подарок от министра обороны, но и отблагодарить его. Сергей Шойгу стал почетным гражданином Хакасии. Это высшая государственная награда республики. Церемония прошла в Большом зале Верховного Совета Хакасии. Глава Минобороны не скрывал, что ему приятно получать это звание. Все-таки свою карьеру он начинал именно в Абакане и здесь же нашел свое семейное счастье. Глава республики Виктор Зимин не устает подчеркивать особое отношение Сергея Шойгу к республике, что позволяет региону продвигать свои интересы. Министр обороны считается одним из самых влиятельных членов российского правительства. Вместе с тем он пользуется популярностью и у народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, одно из самых все-таки дорогих, это когда тебя признают на родине. На родине, я считаю, по качеству, ну, с той родиной. Еще раз хочу сказать славу благодарности за такую оценку всего того, что было сделано. Может быть, это завышенное, но если это так, то, поверьте, мы постараемся отработать, чтобы она не была завышенной. Если такая возможность еще будет быть славна, то, конечно, мы постараемся еще принести какую-то пользу родине Сибири. От военного ведомства республика уже получила многомиллиардный заказ на строительство военного городка в Абакане. А теперь пришли новые времена для республиканского спорта. В городе открылась школа ЦСКА, и это невероятная честь для республики. Новые школы армейцев в России не появлялись целых 30 лет. На историческом открытии была Елена Крылова. Под этим красно-синим флагом теперь будут выступать хакасские спортсмены. Эта символика станет родной для болельщика. Открытие филиала ЦСКА во всех смыслах громкое событие. Его ждали больше 30 лет. Последний раз военные открывали свою спортивную школу аж в 83-м году. И вот теперь хакассия стала первым регионом Сибири, где открылся клуб армии. Генерал Сергей Шойгу вручает сертификат не главе, хакассия передает в руки Алине Струговой, юной волейболистке из надежд хакассии. Восходящая звездочка спорта первая приносит торжественную присягу. «Торжественно клянемся гордо нести высокое звание спортсмена Центрального спортивного клуба армии и вооруженных сил России». В Абакане уже теперь звезды мирового спорта вспоминают, как попали в ряды армейцев. Для советского подростка выступать за честь клуба было пределом мечтаний. Среди тех, кто смог попасть в ряды спортивной элиты и Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по борьбе. «Я приехал в ЦСКА потренироваться, и меня попросили убраться из зала, потому что я ПТУшник был, у меня там штаны немножко спортивные, не того качества были, прочее-прочее. Я стоял под лестницей и плакал. И шел в главный тренер тогдашний, сборная команды Советского Союза. Говорю, что плачешь? Говорю, из зала выгнали. Пойдем. И вот так я навсегда там остался». Сегодня ЦСКА – это крупнейшая спортивная организация в России. Под эгидой клуба в Хакасии будут заниматься более 250 детей по шести видам спорта. «Первое – это, конечно, борьба. Не секрет, ни для кого. Мы себя позиционируем все-таки, что вид спорта номер один у нас в республике – это борьба. Второе – это бокс, это дзюдо. Третий вид спорта – это лыжи. И еще два вида спорта – это легкоатлетика и базовый вид спорта у нас еще в республике – это настольный теннис». Воспитанники ЦСКА будут тренироваться на главных спортивных площадках Хакасии. Это и спорткомплекс «Абакан», а в ближайшем будущем – легкоатлетический манеж. К слову, именно растущие по всей республике спорткомплексы и подкупили военных. «Если в регионе уделяется внимание спорту, значит, действительно регион идет по правильному направлению развития. А в Хакасии спорту уделяется принципиально важное значение. В республике это главная идеологическая составляющая – воспитание молодежи». Сергей Шойгу принял решение передать на баланс ЦСКА спорткомплекс на территории воинской части в Абакане. Когда его сдадут в эксплуатацию, у спортсменов будут лучшие условия в Сибири для тренировок. С такой всесторонней поддержкой Хакасии осталось только оправдать доверие. «Я всех поздравляю, душе, с этим замечательным событием. Очень надеюсь на то, что, как и было всегда, земляки-сибиряки не подведут армию, не подведут спорт и вырастить здесь достойную молодежь – армейскую молодежь, спортивную молодежь, олимпийскую молодежь, тех, кто будет радовать нас своими успехами, своими наградами». Школу ЦСКА в Хакасии будет возглавлять тренер Олег Дончук. Тренерский состав клуба получил первое удостоверение. А воспитанники – символические шарфы клуба из рук звезд мирового спорта. Кстати, армейцы обещают, раз в месяц к воспитанникам будут приглашать российских чемпионов. А первое крупное спортивное мероприятие школа ЦСКА готовит к Дню России. Елена Крылова, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия, События недели. Полгода назад закрылся Банк Народный Кредит, имевший серьезное значение для всего региона. Через него получали зарплату многие бюджетники. В нем находились деньги муниципальных предприятий и организаций, а также средства Фонда Республика. И сегодня мы пригласили в студию бывшего руководителя Хакасского филиала Народного Кредита Александра Терещенко. Сейчас финансист работает в Министерстве экономики и может рассказать о том, как он возвращал свои деньги, почему сейчас заемщики испытывают проблемы с обслуживанием кредитов и как прежний опыт может пригодиться в чиновничьей работе. Здравствуйте, Александр Петрович. Добрый день. Итак, конечно, первый вопрос, который всех нас волнует, могло ли как-то региональное руководство, могли ли вы смягчить последствия отзыва лицензии у Банка Народный кредит? Вы знаете, действующее законодательство, оно не предусматривает какого-то прямого влияния региональных республиканских властей на деятельность коммерческих организаций. Решение, безусловно, принималось Центральным банком, принималось в Москве по оценке совокупности в ситуации во всех подразделениях банка. У нас тоже был вот этот массовый отток капитала в самой республике или у нас дела, у нашего филиала шли в принципе хорошо? Дела у филиала шли неплохо и до последнего дня, до самого момента отзыва лицензии филиал работал с прибылью. Но основной причиной возникновения проблем у банка и в том числе и в филиале Хакасия, это был, безусловно, массовый отток средств клиента со счетов. Мы старались эту ситуацию постепенно привести в нормальное русло. И руководство банка в целом в Москве также предпринимало в этом направлении шаги. Но, к сожалению, накопленных запасов, некой подушки безопасности, на мой взгляд, вот просто не хватило для того, чтобы сбить этот ажиотаж и остановить отток средств вкладчиков. Очень много в городе потом было слухов о том, что руководство банка точно знало, что отзовут лицензию и, мол, вы и сами работники банка свои деньги вовремя сняли. Это действительно так? Нет, это не так. Я свои денежные средства, которые хранились на вкладе в банке «Народный кредит», получил на общих основаниях после того, как начались выплаты в рамках системы страхования агентства по страхованию вкладов. То есть вы о БОДЗове лицензии узнали практически вместе со всеми? Так же, как и все, после того, как данные были опубликованы на официальном сайте Центрального банка. Лично я до последнего надеялся на то, что этого не произойдет, что будет найдено решение, банк удастся сохранить, и он продолжит свою работу. Либо в рамках процедуры санации, либо в рамках выделения какого-то стабилизационного кредита, говорить о том, что деньги были уведены, выведены куда-то, чтобы обмануть клиентов банка, физически это осуществить невозможно, потому что в ежедневном режиме отслеживается ситуация по всем операциям, по всем движениям денежных средств, которые банк осуществляет. Тема, которая волнует бывших заемщиков, банк и народный кредит. Сейчас у них есть определенные проблемы с выплатой кредита. Вы, как эксперт, могли бы все-таки разъяснить людям, как долго продлятся эти проблемы, с чем они связаны, стоит ли ему серьезно беспокоиться? После отзыва лицензии и при остановлении деятельности банка сотрудники в настоящее время все уволены. Количество клиентов-заемщиков составляло несколько сотен тысяч человек. Безусловно, конкурсные управляющие, это несколько сотрудников, они просто физически не в состоянии сейчас в полном объеме и своевременно, в короткие сроки, предоставлять всю информацию, которая требуется нашим клиентам. Но эту ситуацию пытаются разрешить. Окончательно этот вопрос разрешится, когда активы в виде кредитных портфелей будут реализованы другим кредиторам, и тогда все права и обязательства, вытекающие из кредитных договоров, будут уже возложены на новых кредиторов, и они обязаны будут предоставлять всю информацию заемщикам о возможности, местах погашения, сроках погашения. На мой взгляд, те опасения, которые некоторые заемщики испытывают в части возможного увеличения ставок по кредитам, этого произойти не должно, так как в кредитных договорах эта процедура жестко прописана, и там требуется соблюдение ряда условий, которые в ходе проведения торгов не наступят. А вот эти все займы были перепроданы на тех же условиях, которые были в вашем банке? В настоящее время займы не перепроданы. Они находятся на балансе банка, и конкурсный управляющий сейчас проводят работу по их оценке, подготовке пакета для дальнейшей реализации на торгах. А как произошел ваш переход на работу в правительство? От кого поступило предложение? И что вы будете делать в новой должности? В конце января текущего года мне поступило предложение поработать в Министерстве экономики. Учитывая наличие опыта, знания предприятий, знания финансовой сферы в республике, я посчитал, что для себя возможным принять это предложение на своей нынешней должности заместителя министра экономики. Я курирую направление экономического развития, направление инвестиционное и направление, общее направление развития республики. Я надеюсь, что мои знакомства, мои возможности, мой опыт в этой сфере помогут привлечь какие-то дополнительные ресурсы в республику. Что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. О новом доме мечтает Серафима Васильевна Тимохова из Ширам. Дава фронтовика и ветеран труда, она живет в бараке без воды и отопления, с промерзающими полами. Существовать в таких условиях женщине все труднее. Как можно ей помочь, разбиралась Анна Ахпашева. Выйти на крыльцо родного барака, в котором Серафима Васильевна прожила больше полувека, пожилой женщине с каждым днем удается все реже. Даже такие небольшие прогулки даются с большим трудом. И только под присмотром дочери Татьяны. Через пару месяцев бабушка отметит солидный юбилей. 85 лет. Вот только праздновать настроения нет. Сегодня в этом доме она не живет, а скорее доживает свои дни. Без воды и тепла. К лишениям Серафиме Васильевне не привыкать. Детство в годы войны навсегда отпечаталось в памяти. Ой, голодные. Я даже мох ела. Вот честно слово. Потом была такая же нелегкая юность и встреча с фронтовиком, будущим мужем Степаном, который связистом в составе 10-й армии 2-го Прибалтийского фронта дошел до Германии, был ранен и награжден медалью за отвагу. И который не любил рассказывать о войне. Какой-то трос все время всю войну таскал. Трос или колючую проволоку. Говорит, ой, говорит, страшно, трудно было. Говорит, тащишь, оборвется, потом ищешь, где конец тот другой, соединить-то их надо. И вот и боишься этого оружия. В 56-м году молодая семья переехала в поселок Шира. В этом бараке вырастили своих трех дочерей и чужих двух сирот. Муж пошел работать на железную дорогу, а за ним и жена. Молодой девушке пришлось браться за самую тяжелую работу. Так с одной записью в трудовой книжке Серафима Васильевна на всю жизнь и осталась. Потом и кровью заработав звание ветеран труда. Вот только никакие регалии не согреют в прогнившем бараке. Улучшить условия родителей еще пока был жив. И в отец пыталась дочь Татьяна. Написали заявление, встали в очередь. Но тогда, в начале 2000-х, жилья вообще никому не давали. А потом ветеран войны умер. Была надежда получить благоустроенный угол, как вдове ветерана. Но и тут добиться ничего не удалось. Комиссия не признала почти вековой барак аварийным. Не подошла Серафима Васильевна еще под целый ряд критериев. Здесь получается, что она является собственником этого жилья. Во-первых. Во-вторых, она по площади не нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Я им предложила, говорю, ну заберите. Нам даже не надо и по идее 47 квадратов. Ей бы маленькая комнатешечка. Норма есть по Хакасии 18. Ну дайте. Она как в два раза имеет. Программа есть. Дайте ей 18 квадратов. Но лишь бы было где помыться и сходить на унитаз. Именно вода и теплый санузел сегодня главное желание старушки. Таскать воду в соседней колонке, топить полуразвалившуюся печь и мыться в бане, которую, чтобы нагреть, надо топить весь день, все это уже не под силу. Не можете дать квартиру? Тогда помогите благоустроить. Но и тут в управлении соцподдержки заявили, на данные нужды нет ни программ, ни денег. Есть еще надежда на родное предприятие. Руководство железных дорог в эти дни чествует своих ветеранов. И узнав историю Серафимы Васильевны, отозвались. Тем более, что в этом году железнодорожники реализуют целую программу поддержки своих заслуженных работников. В этой ситуации сегодняшней мы обязательно разберемся. Все, что необходимо оказать, помощь окажем. Но в то же время мы с Серафимой Васильевной всегда предлагаем разместиться здесь, в нашем доме ветеранов на станции Шара. Здесь хорошая, однокомнатная, благоустроенная практически квартира. Переехать в пансионат, наверное, было бы решением. Но за бабушкой сегодня нужен постоянный уход. А дочь в этом случае сможет приходить к матери всего на два часа. Забрать к себе маму Татьяна тоже не может. Условия такие же. Неблагоустроенный дом, да еще с детьми и внуками. Вот и остается только ждать и надеяться, что поколение победителей, пережившее войну, последние свои дни проведет в достойных условиях. Анна Ахпашева, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, События недели. На этой неделе закончилось расследование уголовного дела против бывшего гендиректора Госплемзавода Бородинский Алексея Галимова. Следствие длилось практически два года, и по его окончании обвинители утверждают, экс-рководитель своими действиями довел сельхозпредприятие до банкротства. Сам Галимов вины не признает, а его защита говорит о необъективности следствия. Это кадры тех лет, когда Госплемзавод Бородинский еще действует под руководством Алексея Галимова, потомственный аграрий. Отец Галимова в советское время вывел в передовики совхоз Овцевод. Он и сам считался эффективным директором и одно время входил в политическую элиту республики. Алексей Галимов дважды был депутатом Верховного Совета и членом партии «Единая Россия». Три года назад Госплемзавод Бородинский вдруг стал испытывать проблемы, а затем и вовсе стал несостоятельным. На директора завели уголовное дело, в рамках которого установили, вредить предприятию Галимов начал еще за пять лет до банкротства. По версии следствия, он заключал заведомо невыгодные сделки по продаже молока и племенного скота, продал тракторы по сниженной цене бывшей супруги и, пользуясь властью, заставлял рабочих трудиться на его личный интерес. Работники и транспортная техника общества с отрывом от основной работы привлекались к строительству молочного цеха и при прессивных работах в пользу бывшей супруги Галимова на безвозмездной основе. Дело против Галимова в связи с его значимостью находилось на особом контроле у прокуратуры. Два года понадобило следствию на сбор улик, однако виновным себя Галимов не признает. Об этом сообщил его адвокат Петр Лысенко. По мнению защиты, убедительных доказательств того, что Галимов преднамеренно заключал невыгодные сделки и эксплуатировал рабочих, нет. То, что рабочие работали на супругу, нам нужно разбираться. Значит, вот то, что допросили на следствие этих рабочих, это одно. Давайте посмотрим, что они скажут в судебном заседании. Ведь они допрошены крайне поверхностно. Следовательно, почему-то ни с чем нужным даже поднять свое мягкое место со стула и пойти и допросить сам этих работников. Почему всех работников допросили оперативные сотрудники и допросили под копирочку? Показания все одинаковые у людей. Но посмотрим, действительно ли это причинило ущерб Бородинского плензавода. Само предприятие еще находится в стадии банкротства. Более ста человек лишились работы, а Багратский район остался без передового предприятия и налогоплательщика. Общий долг хозяйства перед бюджетом, банком и другими коммерческими организациями свыше 112 миллионов рублей. Какую роль в этой истории падения сыграл бывший директор и мог ли он один все это совершить, теперь предстоит выяснить судебному следствию. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Несмотря на все катаклизмы, постигшие сельское хозяйство, есть люди, благодаря которым село еще держится на плаву. Супруги Алексей и Светлана Суркеевы спасли свою деревню Камызяк от пожара, заплатив большую цену. Негодность пришел их трактор. Героизм фермеров не остался без внимания властей. Глава республики распорядился, чтобы им выделили деньги на покупку новой техники. Елена Крылова продолжит. Незаменимый для сельской жизни трактор «Беларус» занял почетное место во дворе семьи фермеров. Он – точная копия своего предшественника и тоже недавно сошел с конвейера. Вот только во всей красе трактор сегодня не увидишь. Заводить машину фермеры отказываются наотрез. Здесь не принято гонять технику без надобности. Бережно мы относимся к технике у меня. И тот трактор был в идеальном состоянии. У меня когда что-нибудь неисправно, так уже сердечко были. Новую машину с автобазы фермеры забрали на этой неделе. Это подарок от республиканского правительства. Трактор, который брали в кредит, сгорел прошлой осенью. Тогда Алексей спас от степного пала родную деревню. В Камызяке сегодня осталось 4 дома и 7 местных жителей. У нас вот три семьи. Вот там Рязаново рабочие. Все, нет у нас три семьи. Я давно сюда приехала, уже сколько лет. И никуда не собираюсь уезжать. В 69-м году мы приехали. Состав населения в селе Камызяк. Три пенсионера, четыре взрослых, детей нет. Раньше деревня была, конечно, тоже маленькой, но зато живой, как говорят местные жители. Был магазин, работал совхоз. Здесь разводили овец. Сама Светлана Суркеева приехала в период самого расцвета. Работала врачом. В 90-х, когда совхоз развалился, решила, никуда не поедет. Сегодня семья строит планы на ближайший сезон. В хозяйстве коров, больше сотни, свиньи, куры, индюки. За сгоревший трактор кредитных платежей 200 тысяч в год. До 2018-го включительно. После того, как трактор сгорел, в залог банку пошел скот, все поголовье. Если бы не правительственный подарок, хозяйство развалилось бы точно. Нас не оставила правительство республики Хакасия в беде. Большое спасибо Зимину Виктору Михайловичу. Я была убеждена и верила, что он поможет нам. Долго стоять во дворе без дела новому белорусу не придется. Уже с середины мая его ждет большая работа. Сначала пахать огород, а потом летом с помощью трактора семья заготовит сено для всего своего огромного поголовья скота. Что касается сгоревшего трактора, то его судьба тоже не заканчивается. Машину заберет в политехнический колледж в Абакане для тренировки студентов. Елена Крылова, Виктор Буров, Иннокентий Араштаев, Сергей Казьмин. Вести, Хакасия. События недели. Проблемой школьных долгостроев озаботились депутаты Верховного Совета. Они побывали в Аскизском районе, где осмотрели строительство школ в селах Катаново и Усьесть. Рассказывает Константин Кравцов. Проблемное строительство сельских школ стало одной из центральных тем в работе депутатов Верховного Совета на этой неделе. Накануне с рабочим визитом Аскизский район посетила председатель Комитета по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. Главная задача – оценить лично ход строительства местных школ. Один из объектов в селе Усть-Есть. К слову сказать, старая школа, которой больше полувека в столь плачевном состоянии, что построить новую оказалось едва ли не дешевле, чем проводить ремонт. «Санэпидстанция, Роспотребнадзор требует, чтобы мы в этом здании провели капитальный ремонт потолков, стен и полов. В принципе, это совершенно нецелесообразно, поскольку все это будет требовать снятия электропроводки, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения. Потом все это снова нужно будет монтировать. То есть это просто-напросто выброс денег на ветер». Так или иначе, но строительство для властей оказалось задачей непростой. Долгострои, которому уже восьмой год на грани заморозки. Возникли проблемы с финансированием. Строительство идет по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Сметная стоимость данного объекта была около 250 миллионов рублей. На сегодняшний день уже больше половины этой суммы освоено. Четыре здания блока школы уже возведены. В этом году мы заявились по этой программе в федеральные органы. Ждем подписания данного документа. На финансирование осталось примерно меньше 100 миллионов сумма. Поэтому надеемся, что будет распределение. Сегодня здание действительно практически готово. Схожая ситуация складывается и в Аликатанов. Но здесь стройка несколько отстает от Усть-Есинской. Лариса Карпова делает заявление. Сейчас все силы нужно бросить на какой-то один объект. К первому сентября запустить в Усть-Еси, а в 16-м году в Катаново. Верховный совет со своей стороны обеспечит контроль этого. Нет необходимости ждать, когда придут федеральные деньги. Надо вкладывать свои деньги. Это раз. И второе. Второй рычаг. И немаловажно, мы им очень часто пользуемся. Это обращение в Государственную Думу и в соответствующие министерства. Мы сейчас этот вопрос посмотрим. Посмотрим, в какой стадии решения этого вопроса. Если деньги действительно предусмотрены, то нет необходимости об этом говорить. А если федералы не собираются выделять деньги, нужно, конечно, делать обращение. И вот как по детским садам мы были инициаторами. Еще три года назад нас поддержали все субъекты. И тогда деньги пошли. Положительный опыт депутатского контроля действительно есть. Вспомнить ту же Троицкую школу. Грандиозный долгострой. Когда у местных жителей опускались руки, Верховный совет продолжал писать обращение в Госдуму на финансирование. И в результате деньги удалось собрать. Остается надеяться, что и в этот раз федеральный центр не обделит вниманием Хакасию. Стоит отметить, Аскизский район не единственный в республике, где имеются проблемные стройки школ. Аналогичная ситуация в Арджиникидзевском. В ближайшее время Лариса Карпова посетит село Июз. Именно проблемы строительства сельских школ станут одним из главных вопросов заседания рабочей группы модернизации образования. Итоги поездки Ларисы Карповой в районы Хакасии лягут в основу предложений, которые будут выработаны по результатам заседания рабочей группы. А сейчас продолжение летописи Великой Победы. Ветеран Иван Григорьевич Сидоров из села Красноозерное форсировал Днепр, прошел почти всю Европу и освобождал один из концлагерей. Как это было, фронтовик расскажет в нашей следующей рубрике. В 42-м году взяли, в августе месяце. Я попал в десантную войну, под Москву, в Ивановскую область. Рядовой, потом младший селям, там уделение было. Первый раз шел, страшно было, потом убьют. А потом привыкли, как будто так и надо. Бежишь вперед и все. Я когда в первый раз в бой вступил, перед весь шапкой поднимался, в твой вступил. Но тут убитый или там рука, там нога торвана. Ну, у меня здесь страшно, когда в плен попали. Потому что он изделался, вот ты сам. А у меня граната была, лимон. Такая, ну, в смысле здесь. Я ее держал до последнего. Ну, подойдете, гады, то сам вверху. Веду освобождали. Бежал в обороне, танк идет. Не один, а штука цели, четыре даже. А я в локопицу, прямо на меня иду. Ну, все, капец. Развернет и заронит. У меня три штуки было. Гранаты, связки. Я бросил их. Ну, от тебя метров десять. То его гусеница лопала. Мемцы выскакали, бежали. Я стреляю. Одного убил. Мемцы. А эти убежали. Концелагер мы освободили. Зашли. Мы сдали. А сдали все почти сокрыли. И кровью расписывались. Наши ребята. Кто попал в плед. Электрический печень. Толкал живьем прямо туда. Эти ярусные. Рубили в терз. Там две-три секунды. Одна была. А золу наворачивали. На удобрение. Достал. Подождение за проволокой. Поехали. Пленные были сомнешающими дети. Они в воскресенье наконец-то зажились. Плачут все. Ночью. Погубка. Погубка. Друг подружки ходят голодные. Комарел. Они в детях взрослых валяются. Потом на чешалаке башни освобождать. На верху, на башнях, на танках и векарь. Народ хорошее славяне. С цветами, таким-то, или букетом. Там, кафедрик, цветы делали, заспевали. Стоят с молоком, с хлебом, сверху. Помню, отлично даже. Ну, да сидели на перекуре. Смеялись, радовались. В гармошку играли, веселились. Мы говорим, вот, обзегнули. Привезли, вот, награды кому-то. Зачитают список, подзывают, вручают, застягивают. Вот. Все за то-то, за то-то вот. Получают достойные. Возьмят славы. И дали за славу. Ну, это взятие городов, вот, заведу там. Вот, заперещено. Ребята, война кончилась. Вот тут не верила, даже не мог. Такое, ну, сто колец вам. В завершение программы я поздравляю вас, уважаемые телезрители, с Днем космонавтики. Особые поздравления всем тем, кто носит одно имя с нашим легендарным первооткрывателем космоса Юрием Гагарином. Статистика говорит, что именно после его полета жители СССР стали массово называть своих детей в честь первого космонавта Земли. Приятного окончания выходных и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова